В эфире телеканала Кубань-24. Как и всегда в это время программа на стороне закона. Свежая подборка криминальных новостей и советы, как не попасть в беду. Здравствуйте. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сначала дважды выстрелил в воздух, чтобы предупредить водителя, потом по колесам. Напряженная погоня не обошлась без аварии. Полицейский автомобиль блокировал путь лихачу. В итоге сотрудники ДПС все-таки остановили злоумышленника. Нами были предприняты меры преследования. Водитель неоднократно не выполнял требования об остановке. Создавал угрозу жизни и здоровья граждан, выезжая на полосу встречного движения. За рулем уходивший от преследования отечественной легковушки находился рецидивист. 38-летний, приезжий из Кургана, уже неоднократно был судим за тяжкие и особо тяжкие преступления. Резвого правонарушителя пришлось госпитализировать. Во время погони он получил незначительные ранения. Сейчас он находится в городской больнице под наблюдением медиков и полицейских. За управление автомобилем без надлежащих документов, неподчинение законному требованию сотрудника полиции, оставление места ДТП, а также нарушение правил дорожного движения. В отношении злоумышленника составлено 8 административных протоколов. Кроме этого, при осмотре машины, которая числилась угнанной в Темрюкском районе, полицейские обнаружили и изъяли колеса, похищенные ранее с автомобиля «Лексус», принадлежавшего местному жителю. В итоге возбуждено уголовное дело по статье «Кража». После выздоровления задержанный отправится на скамью подсудимых, а машина, которую он использовал, вернется хозяину в Темрюкский район. О смерти водителя такси в центре Краснодара полицейским сообщили неравнодушные прохожие. Они заметили, что мужчина в салоне авто не подает признаков жизни. Как выяснили правоохранители, шофер машины с шашечками привез очередного клиента на улицу Гаврилова и собирался продолжить рабочий день. Уже даже взял следующий заказ. Новый пассажир ждал такси на улице Гагарина, однако на обозначенный адрес мужчина приехать не смог. Он умер в припаркованном авто, погибший 63-летний приезжий из Денского района. Машину он взял в аренду в одном из таксопарков Краснодара. Сейчас эксперты выясняют причины и обстоятельства смерти. Добавлю, признаков борьбы или насилия на теле не обнаружено. Сразу четыре автомобиля оказались вовлечены в страшное ДТП в Сочи. В данный момент аварии запечатлел видеорегистратор. На кадрах видно. Отечественная легковушка на высокой скорости идет на обгон, притирает микроавтобус и теряет контроль над ситуацией. Машину со страшной силой бросает сначала на металлическое ограждение, а после на встречную полосу. И здесь горе-водитель переживает новые столкновения с Фиатом, а также проезжающие мимо Волгой. По предварительной информации, в ДТП пострадали два человека. О том, какие еще аварии произошли за минувшие сутки, расскажет мой коллега Андрей Кныпа. Он проанализировал ситуацию на дорогах к краевой столице и составил свой обзор дорожно-транспортных происшествий. Утро пересечения Алма-Атинска и Думенко. Наверное, автоледи на иномарке очень хотелось внимания. И забывая дистанции, она врезалась во впереди идущий автомобиль. Тот как раз поворачивал на кольце. В результате утренней разборки совсем не романтического характера, но к чему пришли, остается только догадываться. Еще одна автоледи, которая не умеет ждать, ехала этим же утром по Красиной и Индустриальной. Снова несоблюдение дистанции и снова привет в задний бампер. Водителя черной иномарки такое знакомство не обрадовало, но разошлись полюбовно. Без вмешательства полиции, чем сэкономили и силы, и время. Из тафету в догонялке передали и водителя Анатургенева и Яна Полуяна. На этот раз столкнулись двое мужчин. Удар не сильный, может быть, поэтому и решили свои проблемы достаточно быстро, без лишних разборок и слез. А виновник этого ДТП, вероятно, забыл поговорку «поспешишь, людей насмешишь». Правда, водителю грузовика, в который въехал Тарапыга, было точно не до смеха. Ставропольская Вишнякова иномарка уверенно едет в своей полосе и вдруг решает повернуть. Куда спешил виновник аварии, история умалчивает, но задержались оба и надолго. Девишник на дороге. Две автоледи притерлись на кольце красных партизан и аэродромная. Одна торопилась проскочить, другая тоже не хотела уступать. К счастью, обошлось без жертв, а делались лишь с царапинами на своих машинах. Трактор и грузовик стали участниками ДТП на автолюбителей и гидростроителей. Водитель спецтехники ехал по своим делам и получил удар в бампер. Первым в себя пришел тракторист, а вот зачинщик ДТП сначала долго не выходил из машины, а потом вместо общения с коллегой по цеху взял на себя роль регулировщика. Черт у знаки, видимо, решил водитель темной иномарки на пересечении Кирова и Орджоникидзе и не пропустил даму. Как и следовало ожидать, столкновение, разборки и испорченное в конце рабочего дня настроение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Добрый вечер, Дмитрий Витальевич. Здравствуйте. Сегодня я предлагаю вам обсудить ситуацию, которая возникает при эвакуации автомобиля. Ну вот, например, человек оставил свою машину в неположенном месте под запрещающим знаком, приезжает патрульная машина, вместе с ней эвакуатор, грузят автомобиль, и как раз в этот момент появляется хозяин. Расскажите, пожалуйста, прокомментируйте, что ему делать, как правильно себя вести. Ну, для начала, конечно, не стоило оставлять автомобиль под запрещающим знаком. Значит, сотрудники ДПС действовали здесь в соответствии с действующим законодательством, имели право применения меры обеспечения по делу в виде задержания транспортного средства. Если человек прибыл на место до момента того, как эвакуатор тронулся с места, то есть нужно здесь, закон четко у нас Краснодарского края, 2508 КЗ, четко разграничивает моменты, такие как погрузка транспортного средства, погрузочные работы и непосредственно сам процесс перемещения. Так вот, до того, как начался процесс перемещения, транспортное средство может быть возвращено владельцу непосредственно на месте совершения им правонарушения. То есть, если эвакуатор погрузил машину, либо находится в процессе этого действия, то есть в процессе погрузки, и не тронулся еще с места, инспектора ДПС составят в отношении такого водителя административный протокол, вынесут постановление за допущенное им правонарушение, и эвакуаторщики вернут машину, сняв ее с самого эвакуатора, при этом человеку придется, правонарушителю, оплатить погрузочно-разгрузочные работы. Там тариф установлен, соответствующим решением энергетической комиссии, оплачивается эта история, эта сумма, и все, и спокойно человек на своей машине уезжает. В том же случае, если эвакуатор с погруженной машиной, с задержанной машиной, уже двинулся с места, проехав даже несколько сантиметров, эта ситуация уже является процессом перемещения. И в этой ситуации выгрузить машину, вернуть ее владельцу, возможно, только на специализированной стоянке, предназначенной для хранения задержанных таких транспортных средств. Поэтому бежать за эвакуатором, который уже тронулся с места, пытаться запрыгнуть на него, пытаться остановить любыми способами, падая под кресло, я не рекомендую. Здесь уже в этой ситуации ни сотрудники эвакуационной службы, ни сотрудники ДПС вам вернуть машину не смогут. К сожалению, не все люди это понимают, считают, что если они прибежали на место, а эвакуатор еще даже не успел покинуть пределы квартала, можно догнать и его остановить. Нет. К сожалению, в этой части закон однозначно нам объясняет, что в этом случае машина возвращена на месте, совершение правонарушения владельцу не может. С точки зрения сотрудников ДПС, процесс возврата в том случае, если эвакуатор еще не уехал с места, достаточно прост. И они находятся, согласно закону, на месте до того момента, пока эвакуатор не тронется. То есть тронулся эвакуатор, сотрудники ДПС спокойно разворачиваются и уезжают по своим служебным вопросам дальше. Бежать не надо. Были такие случаи, не все люди это понимают, вплоть до того доходило, что до рукоприкладства люди запрыгивают на платформу эвакуатора, что небезопасно для жизни и здоровья. В этой ситуации сотрудники были вынуждены пытаться снять, устранить такие действия в отношении сотрудников ДПС, когда люди сопротивляются самому процессу перемещения, являются нарушением закона. В этой ситуации мы можем привлечь их по части 1 статьи 19.3 за невыполнение законных требований сотрудников полиции. Я имею в виду административную ответственность. Были же случаи, когда вследствие таких неправомерных действий правонарушителей причинялся вред уже непосредственно сотрудникам ДПС. Как бы это ни выглядело невероятным, но в Сочи один из правонарушителей умудрился покусать инспектора ДПС. Здесь уже соответственно наступает уголовная ответственность, поскольку был причинен вред здоровью сотрудника полиции при исполнении им своих служебных обязанностей. Здесь все серьезно, здесь с законом все четко регламентировано, и вариантов отойти в какую-либо из сторон нет. Ну что ж, спасибо вам большое за комментарий. Я надеюсь, что таких странных случаев больше не будет. Я тоже. Есть вопросы к нашему эксперту? Присылайте их к нам на электронную почту Обязательно укажите ваши контактные данные, опишите ситуацию и прикрепите схему ДТП. К другим новостям. В Краснодаре начали вычислять неплатильщиков по номерам машин. Сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами провели рейд по выявлению должников. Обнаруживать их помогает специальный аппаратный комплекс. Его камера распознает госномер автомобиля и сверяет его с базой данных. Если водитель не расплачивается по долгам, полицейские шоферы останавливают. В ходе операции правоохранительные органы вычислили более 80 человек с нечистой совестью. У восьми из них изъяли транспортные средства, а больше 20 расплатились на месте. Один автомобилист даже погасил задолженность на сумму более 1 миллиона рублей. Ирландские виски прямиком из абхазского саквояжа. Сочинские таможенники изъяли крупную партию незадекларированного алкоголя. Продукцию из соседней республики нарушитель вез в чемоданах. Вместил в них аж 57 литров, чем и превысил лимит беспошлиного воза. Всего-то на 54. По словам мужчины, приобрел он около сотни бутылок исключительно для себя в одном из дьютифри. Выезжая из Абхазии, где отдыхал. По данному факту, правоохранители возбудили два административных дела. Теперь предприимчивому молодому человеку придется расплачиваться за нарушения. Всего с начала 2019-го возбуждено более 210 дел по фактам незаконного воза и несоблюдения ограничений. И изъято более 1000 литров алкогольной продукции. Только за последние две недели сотрудники таможни остановили более двух десятков нарушителей. А это около 100 литров спиртного. А для всех тех, кто собирается посетить республику Абхазия в качестве туриста, правоохранители напоминают, что беспошлино можно возить на территорию России и 3 литра алкогольных напитков на одного человека. Причем он обязательно должен быть совершеннолетним. С уплатой пошлиный объем ввозимой продукции увеличивается до 5 литров. Снятие ограничения стоит 10 евро за каждый из них. На сегодня это все. Хорошего вам вечера. Проведите его вместе с нами на Кубань-24. Увидимся завтра. Субтитры создавал DimaTorzok